4 октября новости на UETV в студии Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Освободить украинского журналиста Романа Сущенко. С таким требованием к российским властям обратилась представителю БСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович. Накануне затребовала данные о задержании САПКОР агентства Украинформ. В Госдепе США также сообщили, отслеживают ситуацию с арестом украинца. Напомню, наша страна обратилась к международным организациям, в частности, к ООН, БСЕ и Совету Европы, чтобы там отреагировали на очередное нарушение России прав человека. На защиту Романа поднялись медиа и правозащитные организации. Сущенко российские спецслужбы задержали 30 сентября якобы за шпионаж, когда он прибыл в Москву к своим родственникам. Суд арестовал журналиста до конца ноября. По последним данным, украинским консулам и адвокату пока не удалось встретиться с нашим коллегой. Украина рассчитывает на поддержку Совета Европы в деле Романа Сущенко. Накануне в Страсбурге глава украинского МИД Павел Климкин обсудил с комиссаром по правам человека Нилсоном Мужниексом незаконное задержание в Москве украинского журналиста. Подняли на встрече и тему нарушения прав человека в России, в частности украинцев и оккупированном Крыму. Климкин отметил, необходимо мониторить ситуацию с правами человека на полуострове, в который раз напомнив о незаконных действиях российских оккупационных властей по отношению к зампредседателю Меджлиса Эльмиумерову. Вернуть скифское золото. Россия пытается помешать передаче Украине ценностей, которые вывезены из крымских музеев в Нидерланды. Используют давление на разных уровнях, заявили в Министерстве культуры Украины. Слушание дела о судьбе экспонатов выставки «Крым. Золотой остров. Черном море» суд Амстердама назначил на 5 октября. Украинская делегация готова защищать культурные интересы нашей страны. Позиция Киева правильная и сильная, говорят юристы, ведь именно Украина собственник ценностей. Крымским же музеям фактически было лишь предоставлено право управления ими. Напомню, в феврале 2014 артефакты вывезли в Амстердам для показа в музее Алларда Пирсона. Всего в экспозицию вошли коллекции из пяти музеев, один из которых в Киеве, остальные в Крыму. Сейчас в Нидерландах более полутысячи предметов, среди них драгоценные камни, мечи и шлем. Киев считает, золото скифов из крымских музеев должно вернуться на материковую Украину. Россия же настаивает на его возвращении на оккупированный ею полуостров. Это не просто борьба за наши ценности, это комплексная проблема. И в информационной войне, и на всех уровнях. Существует множество преград. Это и визовый вопрос, и проблемы непосредственно пребывания делегаций на территории Нидерландов. Россия активно включилась в этот процесс. Это не просто суд, это принципиальная история для Украины. Экспонаты были демонтированы, упакованы, все было сделано на высшем уровне, поэтому нет никаких претензий к нидерландцам. В музее Алларда Пирсона сказали, что отдадут экспонаты той стороне, в чью пользу суд примет решение. Украинский вопрос намерены обсудить сегодня в Москве. Помощник госсекретаря США по делам Европы, Евразии Виктория Нуланд встретится с российскими чиновниками, сообщили в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Обсудят ситуацию на востоке Украины и дальнейшие шаги по реализации минских договоренностей в поддержку усилий стран нормандского формата и трехсторонней контактной группы. Москву Нуланд посетит после встречи госсекретарем Джона Керри в Брюсселе. 32 раза боевики нарушили режим тишины за минувшие сутки. Как сообщили в штабе АТО, половину обстрелов зафиксировали на Мариупольском направлении. Позиции украинских защитников обстреляли в районе Павлополя, Марьинки, Широкина, а также Старогнатовки и Богдановки. Наемники применили стрелковое оружие и пулеметы. По Толоковке оккупанты открывали огонь из БМП, а по Широкиной и Богдановке из гранатометов. Неспокойно было и на Донецком направлении, там 10 обстрелов. Возле Авдеевки, Каменки и Зайцева террористы вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений режима тишины. Боевики провоцировали в районе Новоалександровки и Попасной. Там применили стрелковое оружие. Кроме того, позиции наших войск возле Новоалександровки противник обстрелял из гранатометов. Также в зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксировали 5 беспилотных летательных аппаратов боевиков. Невидимый батальон. В Украине презентовали фильм о женщинах на войне. Короткометражка – это своеобразная исповедь об их буднях на передовой. Не обошли вниманием вопросы официального оформления и запрета занимать определенные должности. Какова она, служба в АТО для женщин, узнавала Алена Клюзко. Самая главная мотивация была, что я из Луганской области. Мне не нужна ни Россия здесь, ни ее последствия, ни русский мир. Наталья – гранатометчик добровольческого батальона «Айдар». В зоне АТО женщина с первых дней боевых действий. Два года назад она не смогла смириться с тем, что ее родной Луганск хотят захватить сепаратисты. Спокойную семейную жизнь она променяла на защиту родины. Муж Натали – поклонник русского мира. Смириться с решением жены не смог, оставив семью, уехал в Россию. Она же говорит, таким людям не место в Украине. И при этом на передовой делает все, чтобы защитить свой народ от оккупантов. Самым сложным на службе оказалось то, что многие мужчины не воспринимают женщину как равного бойца. Сталкиваясь с мужской нелепостью и ментальностью, я бы это назвала. Но ты же женщина, надо приготовить, надо убрать, надо постирать. Не, ребята, вы обознались, я не для этого сюда пришла. По документам Наталья числится начальником продуктового склада. Несмотря на то, что украинское законодательство разрешает женщинам служить в армии, относятся к ним предвзято. И руководящие армейские должности женщинам по неписанным законам занимать нельзя. Да и добиться признания участниками боевых действий удается единицам. Женщин не воспринимают. То есть им просто плевать. Женщины – это телефонисты, медики, кухарки, швеи, штаб, то есть это какие-то там бумаги и все остальное. Как бойцов с этими женщинами просто не хотят работать. Да, ты там, баба, зачем ты тут нужна? Девочка, ты ничего не можешь. Есть такие девочки, которые сотни раненых вытаскивали с болей. Министр обороны Степан Полторак еще в начале лета своим приказом расширил список должностей, которые могут занимать женщины в армии. Девушки теперь могут занимать и боевые посты. Несмотря на это, до сих пор немало военных прекрасного пола не переоформлены, рассказывают эксперты. Отмечают, изменения касаются только должностей рядового, сержантского и старшинского состава. Офицеров это не касается. Женщинам теперь разрешают быть гранатометчиком, помощником гранатометчика, оператором боевой машины, пулеметчиком, минометчиком, разведчиком, снайпером, старшим водителем. Важно отметить, что много женщин до сих пор работают на боевой должности, а числятся кухарками. «Невидимый батальон» — это фильм «Исповедь женщин, что служат в АТО». Создатели хотят донести мужчинам военнослужащим, что женщины — такие же солдаты, как и они, и имеют полное право наравне с ними занимать свои настоящие должности. Проблема дискриминации женщин в армии комплексная. Чтобы ее решить, мы все должны объединиться. И общественность, и государство, и армия, и эксперты. Только наш с вами интерес может решить эту проблему. Посмотреть фильм сможет каждый, ведь его выложили в соцсетях и на ютуб-каналах участников проекта. Все для того, чтобы как можно больше людей узнали о непростых судьбах этих сильных женщин. У каждой из них своя история и своя роль в этой войне, но все они защищают родину. 27 июля погиб мой младший сын Станислав Менюк, боец батальона «Айдар». Я пришла на его место. Украинские спасатели будут перенимать опыт польских коллег в сфере реформирования гражданской обороны. Приоритетное направление – организация ликвидации пожаров, а также система государственного надзора и контроля в сфере пожарной и техногенной безопасности. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, одна из главных задач – расширить сеть местных команд спасателей и сформировать группы добровольцев, которые бы гарантировали охрану на местах. Начинаем реформу государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Два основных направления реформирования – это система реализации, ликвидации пожаров и спасательного дела. И второе направление – пересмотр системы государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности. Футбольная сборная Украины начала подготовку к двум отборочным матчам Чемпионата мира против команд Турции и Косова. С новым тренером, легендарным Андреем Шевченко, у команды и другой подход к тренировкам. Они открыты и проходят на центральной арене страны НСК Олимпийском с болельщиками на трибунах и в прямой трансляции в интернете. Службы Федерации пытаются сделать все, чтобы скучные тренировки превращались в настоящее шоу. Здесь вам и селфи с футболистами, и подарки от спонсоров, и президент Федерации футбола, другие вип-гости. При этом задач на предстоящие матчи никто не отменял. Турция и Косово – сильные оппоненты. А Шевченко на предматчевой пресс-конференции – серьезный стратег. Задачу озвучил максимальную, на меньшее не согласен. За неудачное не хочу вообще даже думать. Конечно, шесть очков, в двух встречах это будет идеальный вариант. Остановить время. Украинская художница Алина Максименко представила новый творческий проект «Петля времени». Экспозиция привлекает различными техниками. Живопись, портреты известных людей, негативы фотографий послевоенного Киева, а также картины путешествия художницы по загадочной Венеции. Подробнее Ирина Тищенко. Уроженка Киева с мировой известностью. Алина Максименко представляет в столице Украины новый персональный проект «Петля времени». В нем переплетают три сюжетные линии. Время философ открывается инсталляцией отпечатанных на стекле негативов. Мы видим инсталляцию, пристань внизу. Вот это пограничное пространство, прикосновение к чему-то невероятному, общему, отдаленному. Портреты знакомых и известных людей художница показывает, уже перешагнув достаточное расстояние во времени. На этих образах каждое действие в прошлом превращается в собственное отражение. А тут история художницы – картины с изображением венецианского рынка. Здесь мы видим два пейзажа, рыночное пространство. Я представляю себе их как сцену. На эту сцену я вношу уже увеличенное изображение. Здесь мы можем коснуться их детально. Здесь через бумагу, это хитрость, я вам скажу. Здесь эти лайтбоксы, они специально закрыты бумагой сверху. Она смягчает детали изображения. Здесь легко почувствовать авторский почерк мастера. Хотя проект объединяет различные техники, он является целостным замыслом, воплощаясь в единый художественный образ. Ирина Тищенко, Евгений Савицкий, UATV. Это все, о чем успеваем рассказать в этом выпуске. Готовим следующие. Больше новостей онлайн на сайте Украинформа. Увидимся. Украинформа